Нихао, леди и джентльмены, интернет-портал bestandroid.com.ua предлагает вашему вниманию обзор телефона от Lenovo, это Ideaphone A376. Телефон поставляется в такой коробке, привычной для Lenovo, ничего нового здесь нет. И что касается комплекта поставки, в отдельном кармашке идет сам девайс, также идет паспорта и гарантии от Lenovo, один аккумулятор емкостью 1500 мА, в принципе это неплохо для такого маленького смартфона, USB кабель для синхронизации с компьютером и зарядки, и блок питания с силой тока на 700 мА. И что касается внешнего вида смартфона Lenovo A376, он бывает в двух цветах, вот розовый, с такой черной лесовой панелькой, и по периметру идет тоже такая больше фиолетовая, наверное, вставка хромированная, и белый цвет с черным, соответственно, дисплеем и серебряной хромированной вставкой по периметру. На верхней части телефона находится внутренний динамик, маркировка компании Lenovo, ниже 4-дюймовый дисплей, имеется в виду диагональ его, и три сенсорные кнопочки, кнопочка контекстного меню, кнопочка домой и назад. Внизу это небольшое отверстие для микрофона. В верхней части находится выход 3,5 мм для наушников, это аудио выход мини-джек, выход microUSB, и кнопка включения-выключения, также блокировки телефона. Кочерь коррегулировки громкости находится справа, под большим пальцем, если вы правой рукой держите телефон, и слева и внизу нет никаких кнопок отверстий. Задняя крышка выглядит следующим образом, это камера без светодиодной вспышки, маркировка компании Lenovo, и внешний динамик, уже откуда играет музыка, тоже за металлической решеткой. Здесь есть небольшой пазик, который поможет нам снять заднюю крышку, и можно увидеть, что Lenovo работает сразу с двумя сим-карточками, это уже привычное, в принципе, дело, и поддерживает карты памяти, то есть, если вы хотите расширить встроенную память телефона до 16 гигабайт, вы можете использовать карточки microSD. После включения телефона мы попадаем на экран разблокировки, и сразу же видно, что здесь стоит Android 4.0, в принципе, по верхнему меню и по самому экрану блокировки, и сверху уже на него установили лаунчер от Lenovo, Lenovo Launcher, так называемый, это программное обеспечение, которое немножко улучшает голый Android, ну, как считает, по крайней мере, компания Lenovo. И начнем мы с технических характеристик этого устройства, кстати, стоимость его в районе 120 долларов, и, в принципе, это неплохо, очень такой удачный девайс получился из бюджетного сегмента Lenovo A376. Для того, чтобы посмотреть характеристики, мы используем программу CoinTutu Benchmark, в результате тестирования телефон набирает 8500 баллов, это хороший результат, и можно увидеть, что здесь стоит двухъядерный процессор на базе Sped RAM, графический процессор Mali 400 MP, и разрешение экрана 480 на 800 пикселей, это очень хорошее разрешение, как для 4-дюймового экрана, камера 5-мегапиксельная сзади, оперативная память 512 мегабайт, количество ядер 2, это мы уже видели, архитектура ARM, и, в принципе, все по характеристикам Android 4.0.3. То есть, характеристики этого телефона более чем достойны, как для бюджетника, стоимостью до 120 долларов, и он действительно потянет большинство приложений, которые нужны в посредневной жизни, начиная от какого-то навигатора через RGPS, заканчивая скайпами, или ватсапами, вайберами, каким-то веб-серфингом, то есть, все это можно делать с помощью этого смартфона, это действительно полноценный смартфон на Android 4.0. И еще один момент, который ярко выделяет смартфон Lenovo A376, это его яркий дизайн. Для тех, кто подыскивает себе бюджетный смартфон, недорогой до 1000 гривен, если вы в Украине, например, ищете, то есть 120 долларов, очень рекомендую обратить внимание именно на Lenovo A376, это уже смартфон, который я себя хорошо зарекомендовал, это не новая модель, достаточно давно она на рынке, но показала себя отлично. А я благодарю вас за просмотр видео, подписывайтесь на канал и следите за новыми обзорами. Всего доброго!